всем большой привет и добро пожаловать в новое познавательное видео давайте наверно акцентируем внимание ли я как бы да для работы на стоках есть два момента первый это чистое творчество это когда мы создаем товар рисуем придумываем осваиваем новые техники и вторая часть это как не крути как все наше творчество подобных подогнать под то чтобы это было подходящее к стокам то есть у каждого стока так или иначе есть свои правила и это административная в некотором смысле часть ну по крайней мере я ее так называем и так проще то есть одна часть это рисование это творчество это развитие именно в этом направлении а вторая часть это как сделать так чтобы наше творчество подходило по формату стоков и желательно чтобы мы грубо говоря один раз нарисовали и оно подошло везде чтобы ни один из стоков нас не критиковал что мы делаем что-то не так но и так далее так я для себя с учетом всех изменений 2020 году я для себя а выделила какую-то определенную схему работы и хотела просто с ней с вами поделиться то есть это не истина это просто так работаю я и не так удобно так я для себя выбрала четыре формата в которых я рисую тут горизонтальный формат то же самое можно делать в вертикальном формате и так почему именно такой формат это конечно ориентировано в первую очередь на шаттер сток потому что они требуют чтобы монтажная область была минимум 4 пикселя на других стоках тоже есть там найдут сток тоже есть требования но если вы загружаете gpx формат предварительный просмотр то другие стоки не так сильно относятся к размеру монтажной области на шаттер сток мы загружаем исключительно и ps а поэтому для них это принципиальный момент когда-то я уже делала видео где рассказывала про календарь мегапикселей сейчас это мне стало актуально потому что но я в уме не могу вот это допустим рассчитывать не очень знаю какая то есть формула но я нашла для себя калькулятор он будет также по ссылке в описании и так в чем удобство если вы рисуете квадрат здесь понятно 2000 на 2000 просто ставите размер монтажные области от 2000 хотя быстренько пробегусь какие форматы и так 2000 на 2000 2 500 на 1700 3 500 на 1500 и 3 500 на 1200 то есть 1500 там давайте вот тут загуглим то есть я все проверяю через калькулятор и смотрю сколько это пикселей это 525 то есть это уже как бы перебор не обязательно но мне нравится что он не такой плоский баннер да а такой немножко поширше баннер это еще покороче баннер а это вообще квадрат я поняла что для меня это некий трансмыслив сейчас оптимальные форматы которые подходят абсолютно везде и так допустим я и обычная вот в каком-то таком режиме сейчас допустим работаю одну картинку я могу и почему делает семиллярами в каких-то разных форматах то есть что мне надо сделать раздвинуть монтажной области чтобы между ними было достаточно большое расстояние чтобы они не захватывали друг друга но примерно вот таким вот образом последняя проверка что у нас нету никаких открытых путей и делаем то же самое сохранить для загрузки епс использование монтажных областей все сохранить ставим те же самые настройки и посмотрим что из этого получится итак теперь нам необходимо сохранить превью просмотр для наших работ вот экспортировать ресурс тоже такой интересный момент я начала им только недавно пользоваться но мне очень очень нравится и так что я делаю тут у нас монтажные области и экспорт ресурсов что делаем теперь теперь перетаскиваем сюда по очереди и еще перед тем как перетаскивать я обычно даю вот тут какие-то более логичные названия которые уже будут сохраняться до последнего да то есть у меня тут рамазан 1 13 допустим рамазан 2 я ставлю номер и дату да ну и как бы слово которое ключевое вот и 4 вот такая история теперь что я делаю когда я перетаскиваю так ну-ка давайте откроем так я не помню что у меня есть что вот это вот у меня 4 ну и отлично так теперь получается 8 перетаскиваем ее но мне появилась вот ресурс 6 и и ставлю ей корректное название 4 вот это у меня скорее всего 1 давайте перепроверим ну да оно пошло по кругу вот это будет скорее всего 2 это будет 3 получается вот такие у меня здесь файлы теперь control shift выделяем их все вот тут можно выбрать масштаб и я так понимаю а по высоте по ширине разрешение кого вручную выбираем это исходя из пикселей я выбираю 4 ставлю jpeg 80 и нажимаю экспорт выбираю папку в ту же самую нажимаю ok и у меня начинается экспорт моих растровых изображений вот теперь заходим и смотрим получается но нас как бы он представил но это как бы уже бог с ним но факт остается фактом он статики разрешение сохраняет который автоматически проходят 8000 на 8000 то есть они все выше чем разрешение 3000 на 5 то есть если мы говорим про допустим и доп сток то для него такое разрешение приемлемо и так растер у меня точнее растер у меня есть теперь смотрите у меня большой и ps файл вот сейчас когда я все сохранила да ну еще конечно же я вот это подделаю то есть везде я сделаю одинаковое название растр и вектор удалил этот хвостик кстати если вы знаете как сделать это более автоматизировано да то чтобы и ps сохранялся и jpeg все под одним именем напишите мне пожалуйста потому что для меня пока это все только новое я скажем так пока работаю так и в принципе главное работает система главное работает теперь я вот то что есть до по типам дает вот и ps загружаю на шаттер сток через ftp ну и наверное я уже и наверное я уже в следующем видео расскажу как я все это загружаю да потому что сначала я загружаю на шаттер сток я скажем так видит таблички продемонстрирую куда что и как лично я вот загружаю чтобы как-то это было все в системе какой-то да потом я пересохраняю и ps для меньшего формата и снова как бы сохраняю и как бы все получается нормально вот но это стоит в следующем видео кому интересно как именно я все это дело загружаю на стоки всем спасибо за внимание всем пока а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok